здравствуйте друзья сегодня видео про день осеннего равноденствия который наступит уже очень скоро и сегодня мы с вами обсудим как к нему правильно подготовиться почему важен этот день какие практики в этот день делать нужно ли загадывать желание и как отразиться коридор затмений на этом дне я заранее извиняюсь за свой голос у меня немного подсевший после вебинара по интуиции пожелайте мне здоровья чтобы он скорее восстановился а я начну непосредственно тему нашего видео и так в этом году день осеннего равноденствия наступит 22 сентября в 15.43 по москве это точная точка то есть это именно точная фаза когда солнце будет пересекать вот эту вот сакральную точку которая знаменует наступление осени и каждый год это может быть чуть плюс минус там один день то есть это иногда бывает 21 сентября на дома бывает 23 сентября это зависит во-первых конечно же вот того что високосный год не високосный во вторых от того в какой части земли вы находитесь потому что у кого-то это будет совершенно другое время в силу того что он не в московском часовом поясе живет и бывает что это не просто другое время но и официально так скажем это другой день мы смотрим не после астрологи да мы смотрим непосредственно по градусам естественно и мы видим точная точную точку наступления почему этот день важно у нас вообще существует четыре таких наиважнейших точки в году которые знаменуют наступление времени года это у нас равноденствие весеннее и осеннее у нас весенние в марте это наступление весны это начало такого астрологического года солнца заходит в первый градус овна и это какой день астролога в том числе и по поэтому дню кстати очень многие прогнозы составляются на год в целом такие мировые потом у нас есть две точки солнцестояний то есть две точки равноденствия и две точки солнцестояния это зимнее и летнее солнцестояние и каждое из этих явлений оно не просто несет в себе вот начало лета там начало зимы или начало осени нет оно несет в себе определенный символизм и определенные сакральные значения которые накапливались сотнями тысячами лет потому что все эти фазы солнца так назовем все эти важные дни все эти точки прохождения солнца эклиптики люди праздновали отмечали и придавали им значение реально тысячи тысяч лет многие пирамиды многие важные постройки они построены с акцентом на точки именно солнцестояние и равноденствий то есть люди уже издревле понимали важность этого дня хотя считается как бы что у них не было нет каких-то тех технических возможностей отследить в какие-то градусы или еще что-то типа вот они все это на глаз отмеряли и в этом есть очень много на самом деле тайны и неопознанного и история которая нам преподается она тоже как бы имеет много пробелов и очень много споров по этому поводу идет но каждый раз находя какие-то странные старинные очень постройки типа пирамид тех же или каких-то строений там тот же стон хэдж или вот эти вот статуи на острове пасхи там всегда находят определенный символизм что-то не куда-то в определенное место на повернуто лицом а вот здесь вот именно в солнцестояние вот так попадает солнце и вот эти помните все фильмы про диана джонс или какие-то такие где вот в пещере как это он находит что-то и вот там вот именно в определенный день солнце когда вот сюда лучом свете там что-то где-то открывать и вот в этом есть тоже определенный смысл что вот такие вот постройки красные старины они все строились с акцентом на равноденствие и солнцестояние насколько помню даже на египетских пирамидах в дни равноденствий появляется тень которая никогда в другое не появляется вот именно когда солнце проходит эту точку то есть это это важнейшие точки и на них уже сформирован огромный эгрегор сотнями тысячами лет и естественно мы можем этого не знать не замечать и жить себе свою жизнь может быть вы и раньше там этого не знали и прекрасно жили но когда мы понимаем что вот здесь проходит от этого . определенной энергии когда мы понимаем о чем она и когда мы понимаем как правильно ее затем созвучно с ней как звучать то мы делаем только лучше себя и это классная возможность добавить в свою жизнь понимание некоторых моментов и быть как бы в потоке на волне вот как хотите это называйте но вот созвучно с ритмами вселенной вот так мне больше нравится здесь я вам добавила еще на такое схематичное изображение что такое солнцестояние на самом деле я считаю что вот сейчас уходить именно в читании лекции о том как это происходит на небе но излишне вы можете просто это загуглить это все есть в википедиях или еще где-то и просто состояние и про равноденствия все там это описано и вы это обязательно посмотрите но еще раз повторюсь важность того что это у нас бывает всего четыре раза в году два солнцестояния и два равноденствия и вот здесь солнцестояние обозначены посерединке равноденствия то есть равноденствия этот день когда день и ночь равны но только если у нас весеннее равноденствие день и ночь равны а потом день идет дня больше ночи меньше то есть такой праздник света это когда начинается все расцветает эта тема весны то осеннее равноденствие это наоборот сейчас день и ночь равны а потом ночи будет становиться больше а дня меньше то есть это такое уход в тьму так это назовем это меньше свет и у этого дня совершенно будут другие практики, совершенно будут другие смыслы, и важно это тоже понимать. То есть, опять же, звучать созвучно с ритмами Вселенной. Какие я рекомендую сделать практики до 21 сентября? Я не знаю, когда вы смотрите это видео, вы, возможно, его смотрите вообще уже после или в сам день равноденствия, но если вы его смотрите до 22, до дня равноденствия, то вы успеваете подготовиться еще к равноденствию. А тут я хочу подчеркнуть, что, пожалуйста, делайте все без невротизма. Если вы успеваете, если у вас все получается, супер. Если нет, ну, значит, так должно быть. На следующий год обязательно вы эти практики сделаете. Самое главное, то, из какого состояния вы делаете практики. Я всегда это подчеркиваю, что если вы делаете все практики из состояния невротизма, успеть, не ошибиться, сделать иначе мне там будет как-то плохо, то вы только вредите. Какая бы ни была хорошая изначальная практика, ваше намерение все портит. То же самое, что готовить суп по какому-то классному рецепту, но туда добавлять какашек, например. Рецепт хороший. Суп бы мог получиться хороший, если бы вы туда какашек не добавляли. А так из-за этих какашек этот суп есть невозможно. Так же и здесь. Поэтому ваше состояние первично. Итак, практики до 21. Почему до 21? Потому что мы готовимся как бы к этому дню. Вообще, к любому дню равноденствия или состояния хорошо бы готовиться. И на самом деле вот эти вот рекомендации, они подходят к любому, к подготовке к любому дню. Что к равноденствиям, что к состоянию. На самом деле и к соляру к своему можно так готовиться. То есть каким-то важным дням мы подчищаем пространство. Во-первых, энергетическая уборка. Я сейчас очень кратко скажу, что это такое, но у меня были посты в моих социальных сетях, вы можете их там найти. Энергетическая уборка, это когда мы не просто убираемся, а делаем это с помощью четырех стихий. То есть мы берем и используем воду. Естественно, мы моем полы, например, да. Это уже вода. Протираем все. Потом мы используем землю. То есть здесь на самом деле можно соль. Соль выступает энергией земли. Добавить воду, и это как бы будет такой быстрый способ. И то, и другое. Две стихи вместе. А можно соль разложить по углам. Ну то есть обычно это делают до воды. То есть соль раскладывают по углам, а потом моют полы и соль убирают. Потому что соль, она как бы собирает в углах вот эту вот негативную энергию. И соль выступает энергией земли. Но можно, еще раз повторюсь, просто сразу добавить соль в воду и помыть воды, соленую воду. Многие рассказывают, что бабушка вот у меня так всю жизнь делала и так далее. То есть тоже это все эти практики, это не кто-то там не я придумала, не что-то подобное. Этим практикам сотни лет уже на самом деле их передают с поколения в поколение. Это вот мы уже использовали две стихии. А также можно использовать стихию огня. Это когда мы берем, поджигаем светочку и проходимся со свечкой по дому. Многие считают это излишне эзотеричным, что вот я тут сейчас начну со свечкой по дому ходить. Окей, просто не ходите. Зажгите ее, зажгите ее вот с намерением. Пускай она погорит какая-то. Знаете, есть какие-то декоративные свечки. Почему нет? Конечно, хорошо использовать восковые. Но вот как у вас получается? Зажгите ее с намерением, что сейчас вот эта стихия огня, она тоже очищает ваше пространство. Но если есть возможность пройтись по квартире с ней, прекрасно. Причем если ее направлять в определенные углы, вы увидите, как она где-то дымит или шкварчит. Это тоже все про энергию. И последняя стихия – это воздух. Самое легкое просто очень хорошо проветрить квартиру. То есть используя вот эти четыре стихии, мы убираемся в принципе дома, как бы по-настоящему. Но еще добавляем вот некой такой магии стихий. Конечно, хорошо собрать какие-то вещи и избавиться от них, если это старые, сломанные, разбитые вещи, которые вы уже не почините, которые вам не приносят удовольствия. Это все тоже собирает на себе энергию. Так как день энергетически важный, то вот эта подготовка к этому дню, она подразумевает, что вы избавляетесь от чего-то старого и ненужного. Это старое и ненужное можно сжечь. Я всегда повторяю, что, конечно, есть вещи, которые можно отдать. Я вообще за экологичное использование вещей. Но есть вещи, которые вы никуда не отдадите. Это ваши поношенные трусы, поношенные носки, поношенные какие-нибудь колготки или какая-нибудь домашняя одежда, которая, ну, точно никому не нужна. И вы просто ее, как правило, выкидываете, когда она там до дыры снашивается. Сожгите. Сожгите вы этот, там, пару носков или эти одни трусики. Если у вас, опять же, есть такая возможность. Если такой возможности нет, то всегда можно, вот, опять же, стихия огня, просто она очень круто очищает. Можно, например, тут написано стрижка. Если у вас есть желание подстричься, то можно подстричься, состричь, например, кончики и тоже собрать их и сжечь. Но многие мне говорят, как на меня посмотрят парикмахеры и так далее. Окей, у вас всегда есть волосы на расческе. Вот этот маленький пучок, который вы собрали, тоже можно поджечь. В чем здесь ритуал? Волосы – это символ наших мыслей. И когда, вот, знаете, подстрижешься даже чуть-чуть, кажется, что легче, аж как-то задышалось. Почему у женщины, когда расстаются, им хочется, вот эта шутка, да, про каре после развода, им хочется состричь, потому что очень много в голове мыслей, очень много переживаний. Вот как интуитивно ты идешь, тебе хочется состричь. Почему монахи, да, вот на волосы бреются, чтобы вот эти все мысли лишние убрать, чтобы вот этот контакт был как будто свыше, он больше волосы имеет вот этот вот символизм. И когда мы же состригаем, или когда у нас выпадают какие-то волосы на расческу, в них тоже содержится определенный символизм, что это наши старые мысли, и мы можем их тоже сжечь с благодарностью. Самое главное, когда вы что-то выкидываете или сжигаете, будьте благодарны этому. Даже если это какая-то вещь неприятная, или у вас какие-то неприятные мысли, не надо сжигать, что фу-фу, я от тебя избавлюсь. Нет, ведь эти волосы или эти вещи, они взяли на себя вот этот самый негатив. Поблагодарите, что они его с собой унесли, а не он остался в вас. Письма прощения тоже очень хорошо писать, тем более сейчас перед днем равноденствия у нас затмение. Оно поднимает очень многие чувства. И вот здесь прощать обиды, писать письма прощения вообще идеально. Про письма прощения очень много раз писала в Телеграм-канале. Вы можете зайти на мой Телеграм-канал. У меня там даже есть шаблон письма прощения. Если зайти в Телеграм-канал и в раздел документы, там можно так сделать, вы прямо там найдете этот файл PDF, там пример. Но вы можете также загуглить книгу «Радикальное прощение». Она есть вообще даже в бесплатном доступе везде. Там есть такие шаблоны писем. В целом можно погуглить, что такое письмо прощения, как правильно его писать. Опять же информация в интернете, и вот так я сейчас здесь сильно останавливаться на этом не буду. Но обиды – это то, что делает плохо только вам. Даже если вам кто-то правда причинил какую-то боль, что-то неприятное вам сделал, вот действительно справедливо будет сказать, что этот человек неправ, он должен понести наказание. Но вы сейчас не можете, не в силах сделать так, и он этого не хочет понять и принять. То, нося обиду в себе, вы делаете хуже только себе, не ему. И это мешает вам идти в новое. Равноденствие – это вот эти точки, которые отмеряют определенные периоды, и какими мы в них входим. Это очень много значит. Если вы снова входите с обидой, то вряд ли вы получите что-то новое и как-то измените свою жизнь, если вы до сих пор носите этот груз, у вас вся энергия уходит на обслуживание этой обиды. Итак, мы с вами подготовились к этому дню, что делать непосредственно 22-го числа. Причем 22-го, 23-го, 24-го. Я вот так, да, в практике с 22-го. То есть, если вы не успеваете сделать 22-го, то, причем не обязательно прям с наступления, точно в равноденствие. Нет, просто 23-й уже этот день, он с энергией Солнца по равноденствию. Не успевайте 22-го, делайте, когда успеваете вблизи этого дня. То есть, не надо придерживаться, что вы там должны как золушка в полночь там чего-то успеть, пока там карета в тыкву не превратилась. Нет. Просто помните, что вот сейчас на небе особая энергия у Солнца. И вы, делая практики, с ним созвучны. Пожалуйста, без невротизма. Да, я еще раз повторюсь. Итак, практики с 22-го числа. Максимально они эффективны 22-го, 23-го и 24-го в этом году. Но получается, если позже, лучше сделать позже, чем вообще не сделать. Рябина или другой символ Солнца. Если в вашем регионе растет рябина, то сорвите себе небольшую веточку вот с ягодкой, с листиками, с ягодкой можно сорвать. Это считается символом Солнца, который вы оставляете у себя дома до марта, до дня весеннего равноденствия. Запомните это, почему-то все это всегда забывают. Я когда пишу про рябину, я всегда подписываю, храним ее до марта, в марте, на весеннем равноденствия сожжем. И потом мне все пишут, всю зиму мне потом все пишут, а что делать с рябиной, а что делать с рябиной? Вот мы ее срываем, и она как символ Солнца хранится у нас до весеннего равноденствия. Почему? Еще раз напомню, день осеннего равноденствия, Солнце сейчас день и ночь равны, а потом наступает больше тьмы, чем светом. И мы с собой как бы в этот день уносим, в этот день или вы пораньше сорвали, или попозже просто в энергиях этого дня. Мы когда эту рябину срываем, она как некий символ Солнца с нами, и считалось, что это защищает наш дом. Если для вас это излишне эзотерично, можете этого не делать. Я делаю это всегда. Если вы живете в регионе, где нет рябины, или, например, вы временно где-то в отпуске уехали, или еще что-то, можно любой другой символ Солнца в этот день для себя создать. Например, ребенок может нарисовать у детей очень чистая энергетика, не испорченная еще. Попросите своего ребенка или какого-то другого ребенка нарисовать вам солнышко. Дети всегда с радостью вам откликнутся и нарисуют. Либо если для вас символ Солнца что-то другое, что сможет у вас храниться с сентября по март, отлично. Но издревле в наших, так скажем, широтах это всегда была рябина. И рябина, вот она такая кругленькая и такого похожего цвета с Солнцем, таким более закатным. И, соответственно, если есть такая возможность, смотрите, если рябина не растет, другой любой символ Солнца. Здесь практика состоит в том, что мы, уходя вот в эту тьму, берем с собой символ Солнца и верим, что оно всегда с нами. И смотря на нее, мы как бы об этом вспоминаем. Также рябину, если вы срываете, рекомендуется размещать либо на оконных проемах, либо на дверных проемах. Тем самым, опять же, считается, что она защищает ваш дом от всего злого и темного, как бы там светит Солнце. Такая вот рекомендация. Также с 22 числа хорошо подводить итоги. Осень, день осеннего равноденствия, это время сбора урожая. И мы подводим итог. Мы благодарим, мы пишем 100 благодарностей. Это хорошая практика. Что за практика? Когда мы берем 100 благодарностей всем за все, людям, ситуациям, местам, чувствам своим, вот всему, что можете вспомнить, классная практика, 100 благодарностей, так как 100 это много, и кто-то бывает уже останавливается там, не знаю, на 30-е и думает, а что дальше? И дальше у тебя прорывается наконец-таки понимание, что ты можешь благодарить за все. И это очень крутая практика, которая уже трансформирует. Мы подводим итоги. Можно в какой-то свой дневник записать все, что вот у вас за этот период, например, вообще в идеале с сентября по сентябрь. То есть вспомните, что было в сентябре 23-го года. И вот за этот год, что произошло за год с сентября по сентябрь? Какие вы можете подвести итоги? Какой вы можете собрать урожай? За что вы можете быть себе благодарны? Что вы поняли для себя? Что вы можете исправить? То есть знаете, как будто вы собираете урожай в своей жизни. И не просто, ой, это было плохо, а вот это хорошо. Осознавая, что если плохо, то почему? То есть такая рефлексия, очень крутая практика в этот период, потому что она вас настраивает с солнцем. Она дает вам возможность расти дальше. Потому что иначе, давайте по символизму, сбор урожая. Представьте, вам надо, вот вы посадили что-то, вы собираете урожай, вам надо собирать урожай. А вы такая, блин, тут мне грядки не нравятся, я не буду их собирать. Тут мне некогда это собирать. Пускай оно так будет. Ну ладно, и дальше пошла. Что будет потом? Потом это, естественно, всё загниёт, испортится. И что-то новое в следующий раз посадить будет уже сложнее. Поэтому у всего есть цикличность. И вот эти вот периоды солнца, они обозначают важные циклы. И очень важно делать именно в эти периоды то, что созвучно энергии, а не что-то другое. Вот как раз-таки про желание я сейчас ещё отдельно скажу, что желание — это не совсем то, что делают в день равноденствия. Люди, которые вам рекомендуют загадывать именно желание в этот день, они не совсем понимают символизм этого дня. Исключение — ваши личные тренды. Если у вас день рождения вблизи этих дней, то, конечно, ваш тренд личный, ваш соляр, это важнее, чем общие какие-то тренды. У вас ещё свои есть циклы. Но если мы говорим про тех людей, у кого в эти дни нету дня рождения, то не совсем практика с загадыванием и желанием сюда вписывается, потому что общий цикл, он не про это. Также хорошо в эти дни, с 22 числа, вот и ближайшие дни, начинать свой день с аффирмаций. Я вообще всегда начинаю свой день с аффирмаций, но всё-таки в этот день особенно уделите этому внимание. Если вы не как я всегда начинаете день, то вот в этот раз начните. Я всегда делюсь аффирмациями, подходящими под энергией дня, но на самом деле что такое аффирмация? Это то, что вы можете составить сами. Это что-то в позитивном ключе, когда мы не употребляем частицы не и негативные слова и говорим утвердительно в настоящем времени. Например, с каждым днём я становлюсь осознаннее и мудрее. Я благодарна Вселенной за всё то, что у меня есть и чего у меня нет. Вот подобные. Но мы не говорим, что я не болею. Это уже неправильная аффирмация. Или мы говорим, я не говорим, я избавилась от вредных привлений. Это избавилась. Не. Вот это вот лучше не употреблять, потому что оно программирует вас сразу на негативный сценарий, а не на позитивный. Тоже много раз приводила этот пример. Поэтому, если вы боитесь, что ой, я, наверное, чуть не то ляпну, вы можете зайти ко мне в социальные сети в день равноденства, я обязательно поделюсь своими аффирмациями. Они точно будут составлены с учётом всех этих особенностей, составлены правильно. Но ещё раз повторюсь, аффирмация — это что-то, что и вы сами можете говорить от сердца. Главное, чтобы там не было негативных формулировок. Следующая практика — это пребывание на солнце. Если у вас получается хотя бы несколько минут в один из этих дней вот просто лицо к солнцу, лицо, ладони, вот просто осознанно посмотреть на солнце, это тоже практика. Как часто мы видим солнце, но неосознанно. Мы воспринимаем это как должное. Так вот, посмотрите на него с благодарностью и вот с ощущением, что оно вам даёт жизнь, оно вам даёт вот этот витамин D, для тех, кто не эзотерик, давайте так, и с благодарностью и как бы проводя его вот в этот путь, что сейчас его станет меньше. Вот с такими ощущениями, что вы не боитесь этого, а что вы благодарны солнцу, что оно подарило вам этот цикл лета, и теперь идёт цикл осени, и вы тоже его будете ждать, и тоже будете понимать его смыслы. То есть такое осознанное пребывание на солнышке, хотя бы минуточку, хотя бы, если у вас нету солнца в вашем регионе в этот день, не страшно, если вы его так не видите на небе, тучи затянуты, всё равно его лучи есть, потому что если бы его лучей не было, была бы просто ночь. Даже в пасмурную погоду лучи солнца на вас попадают. Далее, ужин из местного урожая. Так как осень и день осеннего родного детства это время сбора урожая, то хорошо бы устроить себе ужин из местных продуктов реальных фермеров, например. Если у вас нет грядки, нету дачи, нету родителей там или бабушек, которые вам что-то на даче могли собрать и дать, всегда есть ярмарки. Придите, купите. Там продукты, которые действительно были выращены и собраны вот с такой вот индивидуальной энергией. То есть не вот что-то на каких-то огромных полях, где в таких промышленных масштабах, а хорошо бы, хорошо, если есть такая возможность, вот именно у фермера или сдачи какие-то продукты и из них приготовите ужин в один из этих дней 23-го, 23-го или 24-го. Элементарно, просто картошку и какую-то там овощную рагу, те же кабачки там, баклажаны, которых там много, или тыква, что-то такое. То есть это может быть что-то очень простое, но из местного урожая. И еще одна практика, такая забавная и всем ей любимая, пересчет наличных денег. Так как осень, опять же, это время сбора урожая, тема вот это опавших листьев, да, это такое подведение итогов, то считается, что практика, когда мы берем какую-то сумму наличных денег и пересчитываем с мыслью, что это будет приумножаться дальше, а это тоже полезная практика. Я не рекомендую относиться к ней, что ты пересчитал деньги и все, и теперь можно ножом и ровно сидеть. Я всегда против этого, но я думаю, что у меня аудитория осознанная, тоже нормально к этим практикам относится, что это как дополнение, но не как основа. Но все-таки это прикольно. Если нет у вас наличных денег, сейчас у всех деньги на карточке, ну всегда можно снять, я не знаю, 5000 рублей и пересчитать их купюрами. Вот чем больше будет купюр, тем лучше. Пускай это даже по 100 рублей будет побольше пересчитать, да, вот с таким ощущением, что это будет приумножаться, это будет приумножаться. И просто пересчитать, вот именно, чтобы в руке были эти деньги. Меня многие спрашивают, а что потом с этими деньгами? Что хотите? Тут сам факт, что вот пересчитал с намерением, что это будет множиться. Дальше можно их обратно положить на карточку или потратить. Это уже как вам захочется. Но я напомню, что также в этом году у нас с 18 сентября по 2 октября будет коридор затмений. И в этом году этот коридор затмений, он еще окутан темой черной луны. И вот смотрите, у нас мало того, что наступает осень и символизм дня равноденствия, что становится дня меньше, а ночи больше. И ночь будет прибавляться, прибавляться, прибавляться до декабря. Соответственно, в декабре у нас будет самый маленький день и самая длинная ночь, а потом только у нас солнце начнет прибавляться и равно будет в марте. То есть сейчас наступает самое темное такое время года, когда все, вот и отмирание идет, все к зиме, осень. И так про это какую-то такую тень и тьму. Так тут еще коридор затмений, сам по себе затмение, да, там такая смысл, опять же затмевает что-то, опять же про тьму. Так еще там и черная луна. Сейчас кто-то напугался, думает, боже мой, что нас ждет? Не переживайте, про коридор затмения у меня было видео, обязательно его посмотрите. Я там объясняю про смысл, про уроки и про вот эту вот историю про смотреть внутрь себя. Но по поводу Черной Луны, то есть она добавляет этот символизм. Вот здесь я картами метафорическими со своей колодой метафорических карт астрологическими архетипами выложила вам Луну, Черную Луну и Солнце. То есть коридор затмений это взаимодействие Черной Луны и Солнца, это либо полнолуние, либо новолуние на кармических узлах. Но в этот раз там везде участвует еще и Черная Луна, такая искусительница. И поэтому это совсем не то время, когда мы загадываем желание и закладываем намерение. Это то же самое, что сажать. Вот смотрите, когда мы загадываем желание, мы что-то как бы как семечку сажаем. Мы как бы вот ждем, что оно взойдет, сбудется. И представьте, что мы сажаем семечку и туда же наливаем какого-то яда, например. И туда же ничего такого, пестицидов каких-то, благодаря которым, может быть, даже что-то вырастет, но вырастет очень вредное и то, чем мы потом отравимся. Поэтому я не рекомендую в этот день загадывать желание и делать практики там с картами желания или что-то подобное. Это день подведения итогов. Это день, когда мы работаем глубинными частями себя. Это день прекрасный для вообще вот этот период коридора затмений и в том числе день равноденствия, он по символике также совпадает, для работы с тенью, но не для манифестации каких-то важных перемен в вашей жизни. Благодарить, подводить итоги, работать с внутренними процессами, да, формировать новое будущее. Нет, сейчас время уйти, подвести итоги и уйти вот в такое глубинное изучение себя по символизму тьмы. Исключение ваш личный тренд. Если у вас в эти дни день рождения, да это ваш личный тренд, он всегда сильнее всех общих трендов. И поэтому вы можете для себя прописывать какие-то свои планы на будущий год и тому подобное. Во всех остальных случаях я не рекомендую. Но вот работать с глубинной частью себя, да. Вы уже, если смотрите это видео, а я его записываю уже после того, как закрыты продажи на интуицию, вы не попали ко мне на интуицию, а там мы работаем, ой, как работаем с глубинной частью себя. Я рекомендую вам обязательно проделать практику, если вы уже не попали на интуицию, то я отдельно вот в коридоре затмений в этот раз буду отдавать практику, которая называется «Моя тень». Ее можно будет получить за донат. Ну, то есть не просто бесплатно, потому что по моей практике бесплатно совершенно не ценится. И когда вы ничего не вложили, вы мало что получите, когда особенно речь идет про какие-то реально глубинные перемены. А донат — это когда вы можете хоть один рубль внести. Тут вы сами уже выражаете намерение, какое-то свое отношение ко мне и свое намерение на эту практику. То есть цену вы назначаете сами. Любую, которую вы указываете, вы ее вносите, и вам приходит эта практика. Вот сейчас я ее давала, эту практику, только один раз. В прошлом году там тоже был новолуние, на черной луне, а сейчас еще сильнее тренд, потому что это будет мало того, что и затмение луны, и затмение солнечное, коридор, затмение равноденствия, все это вот на этой энергии черной луны. И в этот раз я дам все две недели для того, чтобы вы смогли ее забрать. То есть если в том году я там буквально три дня давала, я говорю, вот три дня, это активно, вот забирайте. То сейчас, так как ее можно делать, эту практику реально во время коридора затмения, в любой день, я рекомендую вам не упустить эту возможность и забрать, потом вы ее не у меня не заберете эту практику. Никак. Те, кто учатся на интуиции, у них эта практика есть в подарок, они ее уже кто-то сделал, кто-то еще сделает. Если вы у меня не на интуиции, то это вот ваша возможность хоть как-то прикоснуться к тем практикам, которые я даю. И эта практика именно в тему сейчас, прям очень в тему. Кто-то из вас ее в том году возможно делал, дайте мне обратную связь, расскажите, как вы за этот год, что у вас изменилось, начали ли вы лучше понимать свою тень и принимать ее. Если вы уже делали, опять же, вы можете ее повторить, потому что изменилось ваше отношение к тени однозначно. Возможно, вы обнаружите еще какие-то теневые части. Что потребуется для этой практики? Вот вообще, в чем она заключается? Вам нужен будет сам телефон, чтобы прослушивать ее. Вам нужно будет зеркало, потому что практика подразумевает работу с зеркалом. 30 минут вам нужно будет, чтобы никто вас не дергал. Вы сможете эту практику провести, начиная уже 16 сентября, хотя это видео уже попозже вышло, чем 16 сентября, и по 9 октября. Почему это? Я вот взяла коридор затмений по орбису, именно прохождение солнца. Это будут самые сильные дни для проведения работы над теневыми частями личности. Поэтому вот такой большой коридор, так скажем, дат он для вас сейчас, если вы будете делать практику, если она у вас уже есть, потому что, кстати, если вы ее раз забираете, она с вами навсегда. А я всегда напоминаю, когда дни благоприятны для нее. Вот в этом году вот эти дни благоприятны, однозначно. Получается, в практике, в самой, что идет, там будет мой подкаст о том, что такое теневые части, как правильно с ними работать. Там будет электронная колода карт тени, вы из нее будете выбирать свою тень. А там будет практика, для которой потребуется только телефон, чтобы наушники включить, и зеркало для работы с зеркалом. И, естественно, будут рекомендации от меня по закреплению результата практики, потому что недостаточно просто в голове это проделать, важно еще в реальном мире что-то сделать. А, соответственно, после внесения доната вы попадаете на телеграм-канал, где уже эта практика загружена, и все материалы к ней. И все эти материалы с вами будут навсегда, то есть никуда оно не денется. Вы сможете все время возвращаться к этому и повторять эту практику. Результат после практики будет обретение целостности, потому что вот эта теневая часть, которую мы отвергаем, мы с ней боремся постоянно, и внутри нас раздраем. И из-за этого мы не можем быть целостными, не можем нормально принимать решения, не можем нормально ощущать счастье, потому что счастье — это в целом, когда все части меня в порядке, а когда мы какую-то часть обозначили плохой и увели ее в тень, мы не можем быть счастливыми по умолчанию. Это, естественно, повышение самооценки, потому что когда какая-то часть меня плохая, я не могу чувствовать себя хорошим. У меня может быть иллюзия, что вот сейчас я хороший, но потом я снова плохой, и вот это вот «я крутой, и я говно» вот эти американские горки, если для вас знакомы, то однозначно там проблемы с тенью. И, конечно, уверенность в принятии решения, потому что когда все части меня в порядке, и я понимаю, как мне принимать решение. Сейчас самый лучший, еще раз повторюсь, период для этой практики, и вы ее можете собрать за 1 рубль, за 100 рублей, за 500 рублей, как вам кажется правильным в данном случае. Я всегда даю больше, чем это ожидается от меня. Вот это точно мой такой самый главный отзыв, который я получаю от своих подписчиков, что я точно знаю, что от Лилии я всегда получу больше, чем она рассказала или пообещала. В общем, если вы хотите провести день осеннего равноденствия созвучно со Вселенной и в целом коридор затмений пройти качественно, то я рекомендую вам эту практику забрать. Я оставлю ссылку на нее в описании к этому видео, вот в самом описании. Может быть, здесь где-то наверху еще появится кнопочка, но если вы не найдете, то посмотрите в комментариях. Я еще, наверное, в комментариях закреплю, и если вы и там не найдете, то спрашивайте в комментариях, либо я, либо мой менеджер вам скинет эту ссылку, но она будет активна только вот в определенной дате, то есть вот на коридор затмений. Потом я закрою снова доступ, потому что потом нет смысла особенно там работать над этим. Там будут уже совершенно другие тренды. Поэтому успевайте быть в тренде созвучно со Вселенной. На этом я свое видео про день осеннего равноденствия заканчиваю. Надеюсь, вам было полезно. Пожалуйста, не забывайте ставить свои реакции. Для меня это очень важно, и это мотивирует меня снимать для вас новые и новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok